Зову поставлю. Понимаю. Всем привет, меня зовут Василиса Дованкова. Это то, чего вы так долго ждали. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Да, да. Это, отвечая или страдай, 2.0. Потому что был большой перерыв, поэтому 2.0. Сегодня у меня в гостях ИСМИ. Она будет вместе со мной участвовать. И Никита Левинский. Если вы вдруг знаете этого человека. Вдруг. Вдруг откуда-то, например, в предыдущем видео моем можете посмотреть. И он у нас будет ведущим. Ведущий. Ну как, вы готовы? Нет, это вы готовы. Потому что я так готов. Мне просто задание вот так вот раздавать вопросы, а им страдать. Ты не подсказывал, Лесни, у тебя были вопросы. Нет, честно. Вы не разговаривали. Я даже не открывал эти вопросы. Потому что я знал, что кто-то из вас начнет спросить. А какие вопросы вообще? Я решил, что нет, я не подкупный судья, поэтому работаем. Я вам верю. Это не тратно. Граждан. Погнали. Пока Никита готовит вопросы, я хотела бы напомнить, вдруг кто-то из вас забыл, что правила у нас все те же самые. И Никита задает нам вопрос. Кто из нас отвечает неправильно или дальше от правды получает какое-то наказание? Всего у нас, насколько я знаю, 10 вопросов. Так точно. Поэтому сейчас уложимся быстренько все это. Теперь понятно. Или я тебе правила не объяснила. Ну, по охоту разберемся. Тема номер один. Охота на ведьм. Начинаем с девочек. О, мой. Есть еще с кого-то начинать. Вопрос звучит так. Сколько в среднем волос у рыжего человека? А что у рыжего какое-то особенное количество волос? Ну, это просто вопрос про ведьм. Типа средний. То есть ты не знаешь, правильно? Нет, я знаю. Ведущий некомпетентен. Ответ, я знаю, я компетентен в этом вопросе. Правильно я понимаю? Замена ведущего. Сколько вообще волос у чего? Ну, больше двух. Отлично. У меня три. Вообще у вас есть подсказки, действительно, вы можете посчитать. А-а. Сейчас я ему сейчас. Я написала очень большую цифру. 500 тысяч. 500 тысяч. Я написала 100 тысяч, потому что я подумала, вдруг у них волос меньше, чем у других. Меньше, чем у других, а сколько у обычного человека? Да, хрен его знает. Правильный ответ. Барабанная дробь. 90 тысяч. Судья Курас. Точно, пишите в комментариях. Никто, ребята. Никто поделился в вопросе, мне ответами, сессами, точно. Я знаю, что они живут в мире. Это сенсация! Это сенсация! Нет, это вообще неправда. Нет, неправда. Я не выполняю задание. Какое наказание? Задание составлял мне, я сразу говорю. Я вот все эти движения осуждаю, толерантно отношусь ко всем. Опять хейтить кого-то. Василиса опять начинает свои конфликты в интернете. Начнет она в этот раз с того, что найдет пост у любой из феминисток, которая свою позицию транслирует публично. Ты же манитка? Нет, жаль. Ты находишь любой ее пост, и ты должна выложить к себе в историю и написать, в средние века ее за такое бы сожгли. Оооо. Да, ну, на. Блин, у меня уже есть проблемы. Что за шоу, что за шоу усилить? С КПТ. Да, да. С карликами. У тебя со всеми есть проблемы, Вась. Теперь у меня еще будут проблемы. С цифрами тоже. Аня, если ты это увидишь, я к тебе, правда, с уважением. Мне нравится с тобой работать, когда мы работаем. Ты крутая, счастлив. Он только что назвал феминисток ведьмами. Так, хорошо, какой пост? А, ну ищи. Кажется, нет феминистических постов. Да ты че? Да не может быть. Тиктоки унесут перфеминитивный контент. Можешь сохранить видео просто, и нужно в историю выложить к себе. Не было такого. И ты должна выложить к себе в историю и написать, в средние века ее за такое бы сожгли. Может, вот это? Давай. Так, чтобы быть. Спасибо большое. Я даю слово ведущего. Ладно, хорошо. Я думаю, давай без отметок, чтобы... Да, да. Надеюсь, он не увидит. Задание выполнено. Давай, просто в афак лопаем. Понимаю. Вопрос номер два. Для умных. Ну, давай. Никто не ответит. В каком году появился первый компьютер? Первый компьютер. Первый, прям, ну, который типа компьютер. Огромная коробка такая. Она посмотрела. Она посмотрела у АСМИ. Давай. В 1710? Да. На пару? Ладно. И так сойдет. Ну, ты же сказал, не современный. Ну, вот. Видишь, я сначала написала 800. Да, 800 тоже не слишком близко. Так, в 1902. 1927. Не раньше 20 века никак. Не знаю, как у вас, у меня в 700-х появился, ребят. Да, вообще-то. Нет, задание, оно жесткое, но по-своему. Задание называется мистер гаджет. Тебе нужно вырезать из филе мяса себе браслет в виде умных часов и носить на руке до конца передачи. Замечательно. Мясо в студии. Ладно, я готова. Хотел, в принципе, мясо? Нет, я вообще люблю мясо. Давай, Меха! Давай, Меха! Так, ну что, рядом со своим 1710? Ну, я с ним виновата, что вы не видели мой компьютер в 1710 году. У меня у бабушки в деревне стоит. Хорошо, что если бы хотел резать, умеет отвечать у меня. Все вот так разрежем. Это действительно. Блин, ну если мода после этого пойдет на такие часы, я не знаю. А у Леди Гаггия же был костюм из мяса. Да, да, да. Отлично. А он не видел, он не образовал. Я, да. Честно, ощущения просто. Компьютеры не было, мы завтра. Не, можно шутить про это или нельзя? На что это похоже? Блин, это кортье? А ты богатый. Я ни в коем случае. Ну, вот так получается. А спросите, сколько мне времени? Не подскажешь, который час? Время жрать, а мы не стараем. Не посмотришь? Вопрос номер три для истинных фанаток русского рэпа. Это я. Есть вероятность, что ты знаешь. Есть вероятность, что ты тоже знаешь. Блин, я в рэпе не то, что большая. Тема агония. Из какого города? Слава Мерл. Подожди, а здесь вот кто, интересно, мне? Слава Мерл? Кстати, кто такой Слава Мерл? Короче, это не центральный регион, это там не Москва, не Питер. Не Москва, не Питер. Это вот больше вот туда. Давайте, ладно, еще одну подсказку. Он начинается на Н. Что? Я и сказал. А я... Чего он мне не сказал? У меня Нижний Новгород. У меня Нижневартавск. Нижневартавск, во-первых? Да. Вообще он из Новосибирска. Я говорю о Новосибирске, ты же мне и сказал. А у нас не купленное шоу, ребят. Огония. Макияж лучше, чем у Cram Baby. Победитель уродливого красит проигравшего. Проигравший слиит в этом мейке до конца передач. А это, типа, мы сейчас засрали Карамбэйби? Так, у нас есть редакторы этой передачи, они пишут текста, они временами бывают... Нет, вообще никаких, да, наездов на Карамбэйби. Этой рукой кражут. Она будет... Ты же правшай надеюсь, да? Не-не-не, подожди. Надо растушевать. Чуть-чуть. Спонжика ж нет? Покрываем, да? Идеально. Идеально. Такой вот какой-то интересный способ я сейчас придумал. Нет, это не растушевала. А сейчас мясом растушуют. Да. Нет ощущения, что тебя заставили снимать и давно заставляют. В какой-то момент она просто стала юзать палец. Листочка дадына. Бля, не смеши меня. Еще хуже получается, чем должна быть. Не-не-не, все прекрасно. Класс. Это мясо, которое перевешивает мою руку. Опа. Ой, я так и всегда рисую. Обычно мои любимые. Да. Как-то угадала. Нет. Курс купила. Покупайте мой курс, пожалуйста. Угу, угу. Честно, я не знаю, зачем я здесь нахожусь в данный момент. Я думаю, это вау. Я замужем. Я хочу сказать, ты, конечно, поосторожнее. Когда-то успел. Это лучше. Знаешь, что, Олевая стрелка реально ровная. Да-да-да. Это случайно получилось. Извини. Пытаешься накрасить плохо, но даже не можешь. Вопрос номер четыре. Мне не нравится название темы, я так не считаю. Ты забрал. Тема Володи XXL. Так. То есть тебе не нравится Володи XXL? Вов, Вов, нет, я тебя люблю. В каком... Ой, конечно, господи. Он всех любит. Ужас. В каком году впервые разрешили однополые браки? Где? В мире, в целом. Там, где разрешишь. Сразу это было относительно недавно, но типа... Угу. Нет, тысяча семисотые. Даже не близко. Я бы сказал уже, может быть, даже и... Может быть, даже тысяча восемьсотые. Может быть, дальше даже. Ну, я там не то скажу больше, я чуть не написала там, нормальный такой. Все, все, понял. Все, куплено. Все, дописывай. Ты не, нет, не смей исправлять. Не смей исправлять. Не смей исправлять. Не смей. Варианты на стол. Варианты на стол. Озвучиваю. 3041. Это такое. 2011. У меня 2000. 2001. Я поняла уже, ты, блин, когда сказал. Когда я... Когда делаешь, мы договорились сначала, как бы хотя бы познали. Я уже написала, а он мне подсказывает еще перудить. Так, пишите в комментарии, Никита играет нечестно. Ребят, не надо, я столько стараюсь. Пишите. Тебе нужно записать тикток или историю под песню «Пурпурный Брабус», где проигравший трется, оп, синенький овощ. У меня есть баклажан подойдет. Ну типа да. Ладно, просто с баклажаном сними как-нибудь. Ужас какой-то! Просто ужас! Тебе какой больше нравится? Можешь думать. Ужас! Ужас! Это очень крутой тикток! Ну а что там еще этот? У меня там в руке! Ужас! Мы вот и добрались до середины нашего мероприятия скромного. Вопрос номер пять. Все знают, кто такая Елизавета Вторая? Ну, да. Нынешняя королева Беликобритании. Вопрос, в каком году она родилась? Говорю сразу. Не 1500. Это взрослая женщина. Да я знаю! Не рассказывай. Но она не могла жить больше. В лет 150. Да я знаю! Похер, если честно. Она угадала почти. 1935-й, 1925-й. 1926-й. Я тоже подумала в 95, что ей лет. Но я, видимо, неправильно посчитала. Видимо, так. Задание будет такое. Нужно нарисовать себе корону на лбу. Отлично. И до конца передачи, вместе с часиками прекрасными и гримом, ходить, подключить на вопрос. Я сейчас стану новой королевой. Молодой. Давай. Так. Ну что? Королева? Получается. Получается так. Вопрос номер шесть. Фух, какие пашкромы прям. Да. Креатив. Simple Dimple и вот это все. Вопрос на эту тему. Сколько лет среднему покупателю попыток? Никогда в жизни не угадаете, серьезно. Я не ожидал. Давайте. 50. 50. 40. 50. 38 ближе. 35. 35. 44. Я хотела написать 30-40, потом 4 начинать агрессивно. Бабушки и дедушки чаще всего покупают. Показание очень простое и очень веселое. Записать видео, где вы пародируете исполнителя трека Simple Dimple круче, только пальцами разламывать тухлые яйца и выложить в социальную сеть. Ооо, тухлые яйца. Санта, давай. Раз, два, три. Яulator. Я기자 говорю!!! Не знаю, какая пупы Огонь! Подходит Так, а если смыть яйца в унитаз, будет проблема? Внимание, вопрос. Вопрос номер 7. Вау, мощно. Сейчас у вас в руках листы бумаги А4. Вопрос, когда был придуман этот формат бумаги? До какого-то года люди такие... Ну, это китайцы. На папирусе такие. До 1800-го, да, папирус, береста, царапы. А потом такие А4. А, блин, точно. Это мой идиотик. Влад. Что, показывает? Да. У меня 1800-ый. У меня 1890-ый. О-о-о. Эсми выигрывает? Да? Ладно. Какой? Начало истории формата А4 было положено в 1922 году в Германии с утверждением данных размеров бумаги. Я просто думала, что компьютер примерно так даже... Ну, после компьютера. Да, что он в 1700-ых, а? Это с бумагой 1800-ых. Наказание у нас будет очень веселое. Фотографию Влада А4 съесть. Съесть. О, Боже. Блин. Я съел диэда. Плотный. Есть передача «Давай поженимся», а есть мое шоу, на котором люди разводятся. Это специальная бумага в туре, да? Да, конечно. Специальный Влад Бумага, которого едят. Слушай, можно я вырежу как бы его лицо? Ну, типа просто... Туши не отрежь только. Всем привет! С вами Влад Бумага А4 и Лев Кобяков! Ты сейчас съедаешь по кусочкам и у тебя сразу подписчики растут. Да. Скажешь, какой на вкус Влад А4? Скажи, какая на вкус популярность. Мы просто не понимаем. Просто клубничка. Клубничка? Ммм. Влад Бумага на вкус как бумага, да? Да, ммм, не может быть. Вот это фурор! Можно я тоже попробую? Да, конечно. Извините. Ты тоже хочешь подписчиков? Пожалуйста, на всех вот 50 миллионов хватит на всех. Инстаграм. Так, ладно. А че ты выбринала, извините? А у тебя не будет подписчиков теперь? Те, что есть, отпишутся сейчас. Блин. Не надо так шутить, пожалуйста. Нет. Так, ладно. Ага. Вау! У нас очень случайно столкнулась камера именно в тот момент, когда я глотала влага бумагу. Я честно проглотила. Не об этом речь вообще, не о том вы думаете, забудьте. Она съела, в общем, на этом закончила. Я проигрываю. Что? Вопрос? Не так. Вопрос номер восемь. Ну я тоже не так эффектно. Да все, все. Забей. Знаменитый бренд. В каком году появилась Баленсиага? Ну да. Позже или раньше компьютера? Реально. Смотря как смотреть. Моего компьютера. Ну типа. Компьютеры. Там наказание вообще просто. Часы не с ним сравнятся даже с ним. Ты сейчас задумалась? Задумалась. Я удивилась. 1920-й. 18-й. 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 Ну мы, кстати, так близко, да. Не хочу расстраиваться. Баленсиага появилась в 1919 году. Мы чисто обошли стороной. Окей, окей. Так, смотрим. Может выберем наказание одной? Как решит ведущая? Ладно, давайте сейчас посмотрим какое там задание. Ты хочешь, чтобы мы выполняли? Нас, в принципе, больше. Моё мнение здесь не учитывается. К слову. К слову. В сумку или рюкзак скидываются мерзкие на ощупь продукты. Грибы, мясо, морепродукты. Проигравшая девушка должна найти в ней что-то на усмотрение организатора. Брелок от ключей якобы затирающейся сумки, например. Мерзкие морепродукты. Шу-шу, всё. Очень богатый писатель. Я думаю, что мы продвинемся к следующему вопросу. Я отстою. Напишите в комментариях, что Василиса просто испугалась и слилась с вопросом. У нас тут честное шоу было. Какое? Я только что бумагу сажировала. А я до сих пор часами, если что. Ладно, я всё равно домой их заберёт. Да. Поэтому так поедем. Тема. Эдик, который не смог. Сколько раз нарушил правила дорожного движения Эдвард Билл за последний год? Я ни разу не слышал, чтобы такие какие-то штрафы были неадекватные, такое количество. Ребята, скажи, ну это сумма... Ой, это цифра недвузначная даже. Не, я понимаю. Прозвращение, как будто я где-то слышала. Что-то у него задание. Там задание жёсткое. Это от Никиты вчера. Нет. Ты слышала? Я тебе вопрос сегодня получил. Сегодня слышала, ну... Сколько у тебя? 1400. А у тебя? 601. Она ближе? Блин. 566 раз. Наказание? Да вообще. Эдик, который не смог. Включается видео Эдварда Билла проигравшему участнику другие участники дают пощечину или пробивают щелбан каждый раз, когда Эдвард Билл говорит чидо. Ё-моё. А можно мне просто в сейф? А есть подборка Эдвард Билл чидо? Да, я думаю. Нет, это не честно. Блин, это 10 минут, ребят. Ну начинаете? А я? Ты бьёшь? Нет, тебя лупят. Ты тоже бьёшь? Да ладно, ты же бьёшь с домом. Ну это дома. Ну как ты видишь, да? Ой, фу, у тебя часы дают руки. Другие ты меня не купил. Хаштег Никита, спец и часы Смотри давай не обрати Да не уворачивайся Мы не привыкли к домашнему насилию Что ты делаешь? Он просто с шугами еще Как вы думаете почему когда я подняла руку Никита? Да я вижу Все нормально? вот финальный вопрос вы дошли к концу почти наше наказание в каком году родился скриптонит у него красивая цифра мы зачитаем и вот эту попытку оправдать 1990 я без дальних мыслей так написала задание у нас очень простое самый чистый называется спеть песню скриптонита выпив сильно острый соус что-то замечательное колесо поем песню сельфи за вас друзья мои так ладонь папа подарит тебе весь мой я думаю это было достаточно да так друзья на этом мы подходим к концу напоминаю что если у нас сегодня победила в конце оторвалась так жёстко несмотря на не очень удачное начало спасибо никите ведущему за то что слил вопросы спасибо спасибо всем пока спасибо